МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира Беларусь 4 новинный. У студии працует Светлана Князева. Добрый вечер. Глядите в этом выпуске. Повышение рентабельности и снижение выдатков. Гомельское предприятие Белшклопрам завершило модернизацию шкловарной печи. Шанс на другое життя, нерухомость в нашей области продают больше активно, чем в других регионах. Служить Айшине в Беларуси протягивается Восинская призывная кампания. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Гомельское предприятие Белшклопрам завершило работы по удоскональнению шкловарной печи. Кост проекта – больше 10 миллионов беларусских рублев. Предприятие динамично развивается и за больше 10 лет работы доказало свою эффективность на рынке. Проведенная модернизация – способ сделать вытворчность Белшклопрам еще больше рентабельным. Об нововведениях у вытворчности и успехах у деятельности в следующем сюжете. Белшклопрам занимается выработкой шкляных бутылок для харчовой промысловости. Предприятие активно работает и на внутренний рынок, и на внешний. География сбытка – от Западной Европы до Туркмении. Могутности – 20 тысяч бутылок за годину. Модернизация шкловарной печи – упевненный крок до повеличения объемовой творчости. Запуском газу у обновленную печь керовал технолог из Малайзии Эдгар Перер, экиколистый працавал у компании Кока-Кола. Так само тут заменили абсолютно всю автоматику. Якость и докладность работы повысились, расходование ресурсов снизилось. Мы изучили рынок огнеупорных материалов и решили, что мы должны быть первыми, которые попробуют новшества в этой сфере. Разрабатывался проект уже с учетом и внедрением вот этих новых технологий, которые на сегодняшний момент нам позволят сэкономить энергоресурсы, что немаловажно для окружающей среды нашей республики. Модернизация вытворчести – основа политики предприемства. Например, мобильный тест, нагарадший на пыленне, дозволяя просто и худко проверить якость опрацовки шкла. Вартость маленького прибора – 12 тысяч долларов. Процессы максимально автоматизованы, каб спрастить задачу специалистам. Дарэч, Белшклопрам – резидент свободной экономичной зоны Гомель-Ратон. Завод со стопроцентным российским капиталом. Умовы пандемии не самые спраяльные для бизнесу. Тым не меньш, яны не стали перешкодой для таких масштабных укладанняв. Ряд наших предприятий, которые тоже занимаются упаковкой, это и Фрешпак Солюшнс, и Алкапак, и Мультипак, Каштан, они нарастили свои объемы производства, увеличили экспорт выпускаемой продукции. И если в апреле, в мае было некоторое снижение экспорта, то я думаю, что за 9 месяцев, если в целом все предприятия свободной экономической зоны взять, то мы выйдем на стопроцентный экспорт по сравнению с прошлым годом. Администрация СССР означает, Гомель-Ратон региструет предприятие всего за один день. Резиденты отримывают необходимые льготы, их деятельность активно поддерживается. Все это без вмешательства во внутрогасподарную деятельность. Умовы для успехового бизнеса есть. Белшклопра – тому подтверждение. Миколай Скентеян, Игорь Маришенко, телерадиокомпания «Гомель». Претенденты вызначены. Уже вядома, кто будет смагаться за звание лауреата конкурса на суйскане премии у Рада за досягнение уголения якости. Улику 38 удельников и представник нашего региона – предприемства «Гомельмаш». Модель, по которой проводится конкурс, отповедает критериям премии СНД и Европейского фонда управления якостью. Это позволяет экспертам больше детально оценить уровень работ по якости в организациях, а предприемствам-удельникам будовать свой подход на принципах, которые применяются их замежными партнерами. Зараз эксперты разглядают продоставленные организациями документы, потом наведают предприемства особистам. Имены переможцев огучатся на приканцы года. Лауреаты отримают дипломы, символы премии и будут иметь право выкорыстовывать у маркировцы продукции эмблемы премии и адлюстровывать их у рекламных материалах. Продавать, сдавать у аренду на крайний выпадок – зносить. Гомельская область по раннейшему у лидерах по колькости утягнений у господарший оборот нерухомости. Теме эффективного выкорыстания объектов присвятили брифинг, який пройшел в комитете Гомель обломаемость. Задача на гэтый год – вырешить лёс каля 340 будынков. 200 из них, альбо 60%, уже продадзены, а тезнесены. Дарыш, именно віта продать заплановано 45% будынков. Гэта значит, что и они застанутся у инфраструктуры региона и станут приносить прибыток не только новым господарам, а и бюджету. Что тыжится аварийных, то амаль 80% с тых, что вызначены на гэтый год, уже знесены. Усяго за пошне 12 годов утягнута у оборот обознесена с выше 7,5 тысяч объектов. За последние 10 лет произошло перераспределение способов вовлечения в хозяйственный оборот. И основными подходами на сегодняшний день являются реальные способы. Это продажа, аренда, передача. Потому что, например, раньше основным способом был снос, консервация, то есть просто устранение неликвидных объектов. Сейчас мы стараемся использовать объекты в производстве, чтобы они приносили нам пользу. Ближайшие аукционы комитет Гомель Абломайомаць проведе 22 вересня и 8 Костричника. У Калинковицким районе можно набыть баню и школу. Школу можно купить и в Жлобинском районе. А у Прыбары, поближ с Гомелем, продается склад. До инших тем. У Беларуси протягивается восенская призывная кампания. У ГТ дни молодые люди проходят медицинские комиссии по месту жихарства. Непосредно отправка во Узбройной силы запланована на листопад. Хоть стольки работы с призывниками планы супрацовников военкоматов не обмежевываются. Наши корреспонденты наведали Хойнецкий район. Военный комиссариат Хойнецкого и Брагинского районов сегодня працуе в обычном режиме. Бадай, головный клопот супрацовников у ГТ дни организация проходжения призывниками медицинской комиссии. Правда, коли у Брагине яно проходить на базе районной больницы, то у Хойниках медики працуют непосредственно у будинку комиссариата. Работы шмат. Ни один призывник от службы у армии не отмовился. Мне кажется, что именно менталитет нашей молодежи, именно Хойнецкого и Брагинского районов этой малой земли говорит о том, что ни одного отказника у нас нету. У всех призывников есть свое мнение. Да, оно разное. Но все четко понимают важнейшую задачу защиты нашего государства, нашей Родины. На початку этого года Министерство обороны и Аховы здоровья подрихтовали новую инструкцию с потребованиями до стану здоровья военнообовязанных. У паровненні с попередним документом удокладнены некоторые диагнозы, які вызначают годность до призыва на военную службу. Стан здоровья молоди сегодня у Вогулі выкликает заклопоченность не только у медиков. Скальоз, низкая масса тела, дрянный зрок, ГТСПИС можно протягнуть. Иншая справа, что не все призывники жадают отримать оттерміновку и часом навыд отмавляються от нее. Мне дали отсрочку по семейным обстоятельствам, так как мать воспитывает двоих несовершенных детей и я хочу служить в армии и я отказался от этой отсрочки. Хоть только работы с призывниками, планы супрасовников военкомата не обмяжовываются. Сегодня тут агучусь идею по створенні некольких помняков. Докладний один з їх, камень с фотографиями сямими у военкомата завершили рамонт дворовой территории и теперь гэты камень усталююсь на новым местом. Еще один помняк будет находиться побач. Его по праве можно назвать уникальным. Подобного на постсоветской просторе не иснуе. Он будет призвечен усим военнослужащим, які промали удел у ликвидации наступства Чарнобыльской катастрофы. Это коля 60 тысяч человек. Есть памятники пожарным, есть памятники энергетикам. Ни одного памятника военнослужащим нет. Я поставил перед собой цель и к следующему году 26 апреля к дню памяти жертвы Чарнобыльской аварии в любом случае этот памятник будет находиться, я его сделаю на территории военного комиссариата Хонницко-Брагинского районов. Олег Шенчурова, Ольга Коновалова, Валерия Панько, телерадио компания «Гомель». Экспорт белорусских яблок Валерия Панько, Ольга Коновалова, плодов, товарного выгляду. Прикладнополову собранного отправят на экспорт. Очень много заявок в этом году. Заявок столько никогда не было, особенно школы, детские сады, комбинат школьного питания, в Жлобин возим, в Речицу. Зараз ураджайность 15 тонн с гектара. Агрономы отзначают, холодная весна вядома отбилась, але, коли притримливаться технологией, можно нагнать упущенное. Гадина пик во уборце яблоков и на приватных подворках. Любов Иванов на живе у Речице, але от коронёв батьковской хаты не отрывается. Кажа, яблоня на участку саджау яшыя едзядуля. В этом году плодовые древы поставили новый рекорд. За один день 10 мяшков ураджаю. Усё поеде на перепроцовку. Для этого за витаминным грузом заезжаю своё особливое такси. На рыхтовчай организации Белкапсоюза в этом районе платят 12 копеек за килограмм. В минусом ходят сана была омалю три раза меньше. Допрыклад, доз этого участка за 213 килограмма у господары тримали 27 рублей. С приватных подворков яблоки трапляют сюда, в вытворчую лабораторию. Тут санитарный кастинг под контролем микробиологов и инженеров-химиков. Пробные партии проверяют по четырех параметрах. Требования у нас жесткие. С каждым годом требования ужесточаются. Но мы с одной стороны очень довольны, потому что в итоге мы получаем более качественную продукцию. Зараз для специалистов самый напруженный момент сезона. Лаборатория переведена на працу в несколько измен. Задача нарыхтовщиков заполнить сховищу яблоков, как витамина ухопила не весь год. Дорочу в 2020 посылки плодово-огородненной и ягодной продукции предприемства с поживецкой кооперацией плануют повеличить в полторы разы. Ганна Ковалева, Ганна Корольчук, телерадо-аккомпания Гомель при поддержке агентства теленовин. Как правильно перебинтовать рану и что делать, когда дитя подавилось? Волонтеры червоного крыжа провели акцию. Улучшили прохожих, детей и дорослых оказывать первую допомогу потерпелым при травмах, опеках и инших здоровьях. Наталья выховывает дитя инвалида. Кажет, что не могла обмянуть мероприемство червоного крыжа. Заразумела, основные навыки оказания первой допомоги у девчины есть, але подтвердить их и доведаться об нечем новым важно. Наталью затекавил островок, где гамельчан выучили, как вырытывать дитя, когда оно подавилось. Много людей было, мне тоже стало интересно. Я сюда подошла для того, чтобы понять, что я умею, что я еще не умею. Мне заинтересовали дети, потому что у всех есть дети и мало ли что может случиться. В гостях, дома, но первую помощь детям надо оказать. Это не взрослые люди. Здесь можно поучиться оказывать первую помощь при кровотечениях, при различных ранах, непроходимость дыхательных путей у ребенка. Волонтеры в рамках флешмоба показали, как нужно делать сердечно-легочную реанимацию. Кожен человек, особенно родители, зауседы, должны быть на подготовке к обходке и правильно допомогать своему детяте. Нельзя сподеваться только на выклик медпомоги. Когда приедут специалисты, может быть упущенный каштолный час. Больше как четверть 100 годов разом. В российском центре науки и культуры веншовали пары, которые прожили в шлюбе с 25-ти годов. Выховали детей, а многие дочекались и унуков. Восемь семейных пар отримали медали «За каханье и верность» и букеты белых гризантем как символ чистых и самоданных подшутцев. Для запрошенных организовали не только урочистое ознагородживание, а и концерт. А у фойе каждый смог ознайомиться с выставой живопису российского мастака Александра Простева «Житие проподобных святых Петра и Феорони Муромских». Такие урочистые ознагородживания лазят в российском центре науки и культуры четыре годы. За этот час тут уж и навали каля 30 пар, которые самым головным для себя лечат семейные каштовности. Святая библиотека в новом формате. Завтра Гомельская Ленинка отзначит не только традиционную для себя Библия-ноч, но и Библия-день. С 12 до 15 годин гости свята смогут увидеть выставочные проекты, наведать букинистичную краму, а так само почитать книгу в импровизованной читальной зале под открытым небом. Что касается Библия-ночи, ее час с 18 до 21 годины. Программа мероприемств обещает быть насыщенной. Увазя наведывальника у творчая майстерня, интерактивные литературные пляцовки, юридичный клуб, презентации книг гомельских авторов и многое иншее. Центральная городская библиотека имя Герцена так само не засталась у Бакуа свята. Выставы живопису, литературно-мастатский салон и книжная презентация задоволят густых гостей вечера. До середины тыдня лето, а потом восенские дни. На дворе в день до 21 и безветрано. В Сираду синоптики обещают вельми теплую. Поветро прогреется до 26 градусов. А у шатфер прогнозует мощный дождь и порывистый ветер, однако будет еще до плюс 24. Рызко похолодает в пятницу. Слупок термометра ранится и опустится до 10 в день до 13. Будет ветрано. Денная температура в субботу крыху повысится и складе кле 15 и 17 градусов выше и за нуль. Починаюши с недели. Гэты и иншая новина информация о проектах телерадо компании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by На гэтым выпуск завершен и всего вам доброго и до встречи в эфире. Де факто на телеканале Беларусь 4 Гомель в студии Николай Скинтиян Здравствуйте. Прокуратура Гомельской области направила в областной суд уголовное дело в отношении ранее судимого 19-летнего парня. Ему инкриминированы убийства с особой жестокостью, кража, хищение и уничтожение паспорта. Обвиняемый в начале апреля этого года в лесу Калинковического района распивал алкоголь с незнакомым мужчиной. В какой-то момент между ними возник конфликт и молодой человек стал избивать обидчика. От полученных травм тот скончался на месте. Житель Хойникского района похитил личные вещи убитого и его паспорт, который затем уничтожил. После чего вернулся домой. Спустя две недели мать убитого сообщила в милицию о пропаже сына. Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого, который признался в содеянном. Одним из доказательств вины стала ДНК 19-летнего парня, обнаруженная экспертами на окурке с места происшествия. Обвиняемый находится под стражей. Его дело на рассмотрении в Гомельском областном суде. В ветке в ДТП пострадала девушка-подросток. водитель «Жигулей» двигался по улице Луначарского в районе автовокзала. На нерегулируемом пешеходном переходе он наехал на 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу. В результате школьница получила телесное повреждение и была госпитализирована. Госавтоинспекция в очередной раз напоминает о том, что водители транспортных средств при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам обязаны уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть. Пешеходам также необходимо быть осторожными при переходе дороги. Не стоит забывать смотреть по сторонам и убеждаться, что водители вас заметили и пропускают. В Гомеле 8-летний мальчик упал с велосипеда и его нога застряла в колесе. Потребовалась помощь спасателей. Сотрудники МЧС при помощи болтареза деблокировали и извлекли ногу ребенка. Он госпитализирован с переломом. Аналогичное ЧП произошло и в Светлогорске. Там у 7-летнего мальчика застряла нога в железной горке. Ребенок играл на детской площадке возле дома, съезжал с горки и нога застряла между поручнем и самой горкой. Незамедлительно прибыли спасатели и при помощи гидравлического инструмента нога ребенка была извлечена, ребенок был осмотрен медиками и медицинской помощи не нуждался. За минувшие выходные на пожарах один человек погиб и один травмирован. В Жлобине горел двухэтажный жилой дом. В момент возникновения пожара хозяйка находилась на первом этаже. О том, что из окон второго этажа идет дым, ей сообщил сосед. Она покинула помещение самостоятельно. По прибытию на место происшествия спасатели обнаружили в горящей комнате обгоревшее тело сына владельцев участка. В результате пожара повреждено имущество и потолок. Основная версия неосторожное обращение с огнем при курении. Еще один жилой дом горел в Рогачевском районе. К моменту прибытия спасателей происходило открытое горение кровли. Хозяева дома покинули его до прибытия сотрудников МЧС. Однако при попытке самостоятельного тушения мужчина получил ожоги и был госпитализирован. Огонь уничтожил кровлю и имущество в доме. Вероятная причина возгорания неосторожное обращение с огнем. За субботу и воскресенье в лесу заблудились семь человек. Все они уходили в лес за грибами. Найдены живыми. В Каленковичском районе пенсионер потерялся, но самостоятельно вышел к станции Холодники. В Добружском районе женщину 1943 года рождения нашли в лесу спустя полчаса после поступившего сообщения о ее пропаже. В Лельчицком районе пенсионера 1938 года рождения нашли на дороге в лесу. А в Будокошелевском районе пропала семья. Пенсионеры, муж и жена, а также их дочь 1990 года рождения уехали за грибами и заблудились. Их обнаружили сотрудники МЧС. Еще одну женщину пенсионного возраста искали в Чечерском районе три дня. Когда нашли, в медицинской помощи она не нуждалась. В областном центре устанавливается личность женщины, которая подозревается в хищении кошелька, в котором находились 100 рублей. Инцидент произошел 7 сентября около 17.00 в фирменном магазине по улице Советская, 36. Если вы узнали женщину на фото или обладаете информацией о ее местонахождении, правоохранители просят сообщить по телефонам, указанным на ваших экранах. На сегодня все. Я Николай Скинтиян. Благодарю за внимание. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В РЗ и БЧ побеждают. Состоялись матчи второго тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Вагоностроители учинили сопернику разгром. Как и Лидия неделей ранее, минскому «Динамо-БНТУ» на его поле гомельчане отгрузили 8 голов. Причем студенты здорово помогли сопернику, дважды срезав мяч собственные ворота. Итог поединка 8-1. Дублем в составе ВРЗ отметился Дмитрий Лось. Также забивали Иван Заяц-Матьевский, Максим Воронин, Евгений Клочко и Алексей Пинчук. Вагоностроители возглавляют таблицу чемпионата. На второй строке БЧ. Железнодорожники в Светлогорске крупно обыграли ЦКК. 7-2 по дублю в составе гомельчан записали в свой актив Павел Книга и Василий Жариков. Также забивали Денис Гуменюк, Денис Мазной и Андрей Черниенко. У хозяев голевые удары на счету Андрея Купчика и Виктора Волкова. ЦКК после двух туров на пятом месте. Мозырьская славя проиграла в 23-м туре чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. В выездном матче против Жодинского торпеда Мазыряне забили первыми. На 11-й минуте отличился Денис Тетех. Еще до перерыва автозаводцы отыгрались и вышли вперед. 2-1. По ходу второго тайма преимущество хозяев достигло трех голов. На 79-й минуте Никита Мельников немного сократил отставание. Итог 4-2 в пользу торпеда. В турнирной таблице славя на 12-м месте лидирует Шахтер. Гомель и Локомотив в 17-м туре футбольного чемпионата в первой лиге лишились очков в матчах с прямыми конкурентами за место в тройке сильнейших. Зелено-белые сыграли в ничью с Держинским арсеналом 1-1. Причем сравняли счет гомельчане лишь на 87-й минуте гол на счету Артема Васькова. Подопечный Ивана Биончика на пятой позиции в таблице. Локомотив проиграл столичным Крумкачам 0-1. Железнодорожники сейчас четвертые. Речицкий спутник продлил свою победную серию до пяти матчей. Светлогорский химик обыгран 3-0. Речицкая дружина уверенно лидирует в чемпионате. Мужская команда гомельного клуба Гомель одержала третью победу в чемпионате страны на домашнем паркете уверенно обыгран столичный скан 32-24. Самый результативный в рядах гомельчан Андрей Ященко 7 голов. В турнирной таблице Гомель занимает вторую строку лидирует Мешков Брест. Именно с Мешковцами подопечным Андреем Ичилова играть в следующем туре 19 сентября. Гомель и Жлобинский Металлурк одержали победы в очередном туре чемпионата страны по хоккею в экстралиге. Гомель на выезде был сильнее Могилева 4-1. Столивары в овертайме дожали Оршанский локомотив на его льду 4-3. В турнирной таблице Рыси на третьем месте Металлурк располагается на строку ниже. Лидирует столичная юность. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.